Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все равно будут судить и даже адвоката дадут Для того, чтобы решениями нашего национального суда Показать истинное лицо вот этих негодяев Девятое место. Кринж из российской глубинки Белорусский активист разоснул школам в Курской области Письма якобы от имени Единой России С требованием провести крестный ход Всероссийский молебен о победе Учителям поручил взять плакаты С перефразированными нацистскими лозунгами И самим соорудить из ваты Веточки хлопка Как символ мира Те послушно исполнили И даже прислали отчеты Восьмое место Обращение россиян к Лукашенко Власть Бункерного Снова под угрозой На этот раз не из-за пригожина Бунт решили поднять жители Кубани Решение внезапное Но они обратились к Лукашенко С просьбой рассказать дорогому Владимиру Владимировичу О мусорной свалке Кажется, у россиян появился новый супергерой Горич, дорогой наш Мы все видели, как ты остановил марш справедливости Который шел на Москву Сейчас жители станицы Полтавской Готовы пойти таким же маршем на Москву Невозможно здесь жить Нас просто убивает экологический геноцид Батька, родненький, только на тебя надежда Но передайте, пожалуйста, президенту Что люди плачут Несколько ли от жителей станицы Полтавской Требуют закрыть мусорный полигон Который отравляет воздух, землю И оросительные каналы, которые питают рисовые поля В станице Полтавской Очень русское название, кстати Выращивают 40% всего российского риса У нас лично складывается впечатление Что никому мы здесь не нужны Никто не хочет обращать внимание на наши беды То, что у нас растут дети Мы переживаем, как мы оставим им землю Которая скоро будет непригодна к проживанию Помогите донести до президента Чтобы это опять не спустилось в край И здесь не замялось Тем временем, как глава района Юрий Васин Заявил, что жители Полтавской Могут жаловаться, куда посчитают нужным Хоть боженьки Но полигон в станице расположен На законных условиях Угадайте с одного раза Чье жиреющее пузико владеет компанией Которая занимается вывозом отходов На этот полигон Зато Васин у себя в телеграме Регулярно поздравляет жителей То с днем семьи, то верности, то российской почты Глава района Юрий Васин присоединился к всероссийской акции Спасибо учителю И выразил слова благодарности Бывшему директору родной Ивановской школы номер 18 Почетному гражданину Красноармейского района На седьмом месте Министр российского здравоохранения Мурашка Путинские чиновники Такие лизоблюды Ну такие милые бусинки Ну так откровенно несут гич Все, лишь бы угодить деду Нет у них других бед Как залезть в постель к россиянам И регулировать кому с кем и как спать На прошлой неделе они уже запретили менять пол Теперь министра здравоохранения Назвал порочными женщин Которые хотят заниматься карьерой А не рожать детей Мне кажется порочная женщина Это что-то другое Ну что тут я Вон целый министр Совершенно порочная практика Которая сформировалась в обществе Я вчера об этом говорил Когда сформировалось убеждение Что женщина должна получить образование Дальше сделать карьеру Потом материальную базу себе обеспечить И только после этого Уже так сказать Подходя к такому сложному возрасту Репродуктивному Озаботиться о деторождении Что в результате получается Потом возникает дополнительная проблема Совсем стыд потеряла это бабье Хлебом не корми Дай позаниматься карьерой Что ты с них возьмешь Никак не хотят рожать пушечное мясо Путину Поэтому Мурашко считает Что россиянкам нужно со школьной скамьи И на госуслугах объяснять Куда именно и когда производить потомство Была бы воля Мурашко Он бы и сроки установил конкретные И количество детей Штук по 10 желательно минимум Быть во всем Поэтому народонаселение нашей страны Конечно же это одна из главнейших задач Которая сегодня перед нами стоит Поэтому информировать там Предлагалось через портал государственных услуг Давать всю информацию о поддержке И так далее Конечно же все это надо реализовать На шестом месте все прелести российской мобилизации После школы сразу в бой В российскую армию будут призывать в возрасте От 18 и до 30 лет Решили нижний предел призывного возраста не повышать Хотя в конце прошлого года Шойгу обещал, что повысят до 21 года Все по пожеланиям трудящихся Ну а не потому, что потерь нет Он останется 18 лет Ну сейчас с коллегами поработали И принято решение Оставить 18 Потому что очень много желающих Пройти служить именно 18 лет Масса обращений Осаждают военные комиссариаты Поэтому не могли не учесть Желания народа У Шойгу все настолько хорошо Что в терроборонной Белгородской области Теперь стали брать женщин Разные судьбы – общая цель Жительницы Белгорода вступают в отряды Территориальной самообороны Чтобы защищать белгородские рубежи Наравне с мужчинами В рядах добровольческого формирования Одного из муниципалитетов Нашего региона Несут службу представительницы Прекрасной половины человечества Не ну, все правильно Родила, а потом шуруй Родину защищать Прекрасная судьба Русской женщины Прям мечта С понедельника по пятницу Ходи на работу С субботы по воскресенье Защищай Родину Представительницы слабого пола Отвечают за транспортировку раненых И это тот случай, когда действовать нужно быстро и четко Пятое место Вкусы новых территорий России представили на фестивале в Москве Собянинское шоу удалось на славу Москвичей кормили донецким мясом И луганским салом Как бы странно это ни звучало В этом году особый акцент на готовые блюда За кухней юго-западной России Очередь В этом году на фестивале впервые новые вкусы из новых регионов России Вот мясо по-донецки Курица по-херсонски И вот здесь закуска по-лугански Как человек, который прожил в Луганской области первые 15 лет жизни Понятия не имею, что значит закуска по-лугански А вот тут, кажется, я нашла ответ, почему Так сказали организаторы Что ж тут непонятного-то Самых до окраин В районе Южная Бутова, например, очередь к шашлыку по-лугански С травами По национальности грузили Шашлык я делаю по-кавказу Но сказали по-лугански Ты сможешь сделать? Я говорю, нет Я сделаю По легенде блюда участники придумали сами И я в это охотно верю Наверное, методички спустили за 5 минут До начала самого фестиваля Готовое мясо по-донецке Маринованное в чабреце и мяте для гурманов И все это в прикуску со свежими запорожскими овощами После традиционного луганского бутерброда На черном хлебе кусочки сала с огурцом Это сало, привезенное из Луганска Четвертое место Клуб рассерженных патриотов Кажется, потихоньку превращается в клуб задержанных патриотов Ну или новая серия жабагадюкинга в России Агента Гиркинса упекли в СИЗО пока что на 2 месяца Официально за два поста в телеграме В которых идет речь про сдачу Крыма И невыплатах довольствия военным Ну а неофициально за то, что сравнил Путина с ничтожеством И как только за Гиркиным захлопнулась решетка камеры Вся пропагандистская рать кинулась мочить бывшего друга за бокальчиком красненького Начались уже чуть ли не эпитафии И серии какой светильник разума погас Какое сердце бьется перестало Говорит, это говорит трагедия для России Это говорит угроза для России Вот объясните мне, пожалуйста Я еще могу понять Командующего фронта из окопа Увезли на черном воронке Директора Уралвагонзавода Или там какого-нибудь другого Врача от бога, хирурга Круглосуточно оперирующего на передовой Вот в чем проблема для России И ее будущей победы в том Что человека с дивана в Москве Забрали в камеру И вот эти вот все Они оказывается Я думала, они там хотя бы на Донбассе Эти рассерженные патриоты Они оказывается в Москве все заседали Ну и мы врываемся в наш топ Если вы досмотрели до этого места Поставьте лайк Ну а далее самое смачное Третье место Прогрессирующая деменция у деда Он путается в простых цифрах Принимает девятилетних детей За трехлетних Но и это еще не все И вашего ребенка О котором вы сейчас упомянули Ему сколько лет, кстати? Младшему девять Знаете, вот вы О старшем? Старший двадцать три Ну, знаете, вот вы С двумя детьми Маленькому вообще три годика Также Путин перезапустил мем О здоровье погибшим Он на полном серьезе Передал привет умершим воякам На встрече с президентом РФ Губернатор Иркутской области Кобзев рассказывал Душащипательной истории О героических подвигах На что Путин отреагировал так Из них самый молодой Герой России Это рядовой Эдард Деконов Который погиб В Мариуполе В марте прошлого года Он закрыл своим телом Гранату Тем самым спас своих Однополчан Однополчан Да И это очень ценно для нас Для нас они все герои Они в нашей памяти В нашем сердце Который погиб Видимо из-за больной головушки Ну и конечно же ордера На арест Гаагского суда Не в последнюю очередь Путин отказался ехать На саммит Брикс В Южную Африку Но прокремлевский фрик Политолог Марков Выдал свою версию О том Почему же Путин Не полетел Нет Не потому что он Плешивое сцикло Версия другая Идеальная Даже Скобеева в шоке Про Бриксу Совсем коротко скажу Путин не полетел Потому что есть опасность Того что американцы Британцы будут сбивать Им было заранее известно Они подговорили Вице-президента ЮАР Которая на самом деле Не подчиняется президенту У него конфликт С президентом ЮАР И он придумал Эту пулю Как объяснить Почему Путин не приедет Потому что Ягова мог Это была Косперологическая Не косперологическая Реклама Нет Правда чистая Соснеза Второе место День Бавловны На Крымском мосту Да Это произошло Во второй раз Император Утром Вышел На речку протись А моста Как не бывало Где же мост О Нету твоего моста Я спрашиваю Где мой мост Пропагандисты Посылали Лучи поноса И потоки проклятий Гур, ВСУ И Буданов С залужным Требовали Нанести удары По центрам Принятия решений Но Как же их наносить Ведь залужный Тайбуданов Уже убитые Вместо них Как известно Теперь Голограммы Да и тех Второй раз Не убить Ведь пару месяцев Назад Буквально В эфире У Скобеевой Уже говорили Что залужного Убили То что Украина С полностью Развязанными Руками Планирует Атаковать Территорию России Прямым текстом Говорит Ничего Не боящийся Как будто бы Исходит из того Что возмездие Его не настигнет Товарищ залужный В Киевском Военном госпитале Ему была сделана Трепанация черепа Отмечается Что продолжать Службу Главком ВСУ Не сможет Кажется Их красные линии Уже очень сильно Покоричневели А судный день Так и Не наступил Если что-то подобное Произойдет Для них всех Там Одномоментно Наступит Судный день Очень быстрый И тяжелый На первом месте Аналоговнетный Танк Прорыв Уралвагонзавод Раскрыл Все военные Секреты И показал Как делаются Танки Для второй Армии мира Наведение Финального Лоска В этом цехе Похоже на Родительские Проводы Мастера Заботливо Докрашивают Элементы Пушки И покрепче Монтируют Части Защиты Ловкие Женские Руки Тоненькой Кисточкой Докрашивают Гаечки Твердые И уверенные Мужские Болтики Надули И все Уютно Душевно И по-домашнему Общая модификация Т-72Б3М И Т-90М Пока считается Самой успешной В отдельных деталях Машины Раз от раза Становятся Еще совершеннее Сейчас акцент Идет на противодействии Современным Западным боеприпасам С какими До СВО Наши военные Почти не сталкивались Кому вообще Нужны эти станки Роботы Конвейеры Если заботливые руки Мастера Могут подкрутить Проволочкой Новый Грозный Аналогов нет А еще можно Стяжечку Шурупчиками Прикрутить Леопардом Такое не снилось Там как минимум Используют Такое чудо Изобретение Неведомое Мастерам Уралвагонзавода Как шуруповерт Вот до этого Вообще ничего не было Вот вообще И в ход идут Самые тяжелые методы Враг Разбежится В ужасе Сто процентов На этом у меня все Что думаете о нашем топе Пишите в комментариях И конечно же Не забудьте поставить лайк Если вам понравился выпуск И я не зря просматривала Тонны шизанутого видео Любе друзья Дорога Рудына Слава Украине Живей Беларусь Покусики Дорога Рудына